Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейтс. Начинать свою программу сегодня понедельник, начало недели. В Чикаго время 8 часов утра, на восточном побережье 7 часов утра, на западном Калифорния 6 часов, я наверное ошибся, на восточном побережье 9 часов утра, а вот на западном Сан-Франциско, Лос-Анджелес 6 часов утра, ну а в Москве 16 часов, как всегда в это время, по понедельникам у нас беседа с астрологом-профессионалом и руководителем астрологической школы Андреем Бухариным, ну и наши координаты, это тройное W SanGates Radio.com, SanGatesRadio.com, это наш Skype SanGates 108, ну кто желает и имеет возможность позвонить, пожалуйста, это код страны единица 847-226-9956. Тема у нас будет сегодня время, время. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Майкл, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, SanGates Radio. Да, я имею ввиду время, это, так сказать, если сжать вот все вот это в одну точку, как считается, то прошлое, настоящее и будущее, они, так сказать, сольются. И есть много на этот счет мнений, и те люди, которые читают фантастику, есть такое понятие кольцо Мёбиуса, я помню, очень увлекался. Вот это кольцо Мёбиуса, если развернуть его и соединить его в противоположном кольцом, то нету, там вообще ничего ненастоящего, то есть мы постоянно будем переходить из прошлого в будущее. Ну, и мы знаем, это непрерывная цепь тех, кто люди, верящие в инкарнацию, это непрерывная цепь рождения и смерти. То есть вечно остаётся вечным, ну, а временно уходит. Ну, давайте мы, наверное, начнём с прошлого, да? А в прошлом у нас были прогнозы. Вот, и что нового произошло за эту неделю, и что у нас сбылось, что у нас не сбылось, давайте вот поговорим пока что об этом. Андрей, вам слово. Майк, благодарю. Ну, во-первых, приют из будущего, потому что по факту я нахожусь в будущем, 16 часов времени у нас 12 сентября, а у вас всего лишь 9 часов этого же дня. Это правда. Вот видите, прямо вот мы подошли к тому, что будущее и прошлое, они, так сказать, в одной точке существуют. Да, одновременно, в один и тот же момент, юридически сейчас, или как там это можно сказать, фактически, мы находимся в разном времени. И вот, но это время, вот, скажем, не совсем звёздное, потому что звёздное, то оно одинаковое. Звёздное, это когда планета входит, например, там, в какой-то градус, она входит для нас одновременно по факту, но по времени местному оно в разное время. И, кстати, если вот так уже складывается, что сейчас именно по факту, то такое интересное событие произошло, как ингрессия Юпитера в весы, чего я хочу поздравить всех весов выраженных, особенно ранних, то есть, ну, ранних имеется в виду, которые рождены вот где-то в конце, ну, в конце сентября, в начале октября, ну, даже больше в конце сентября, который. Потому что сейчас весы, то есть, этот знак, он наконец-то, скажем так, 12 лет терпения, и начинается новый жизненно важный цикл. Это, кстати, простите, во-первых, это достаточно долгий срок, действительно. Во-вторых, это, скажем, в китайском календаре есть такое 12-летие, да? Ну, да. Ну, кстати, в китайском, ну, правильно сказать, в восточных календарях, оно как раз, там расчеты идут вот эти все 12 лет, это вот эти все, там, год такого или другого зверя, это по факту транзиты Юпитера по знакам с Диакой. То есть, Юпитер там меняет знак, переходит, ну, вот год такого-то зверя похож. Хотя, именно на Востоке там уже утеряли эту связь, потому что не совсем границы точно идут, не больше уже привязаны, ну, скажем так, к календарю такому человеческому, вот этому, григорианскому. Хотя, там, первая новолуния в знаке Водолея рассматривается, то есть, такая есть какая-то у них еще астрологическая, скажем, составляющая. Да, а почему именно Юпитер, расскажите? Ну, Юпитер, планета, ну, так сложилось, что сейчас Юпитер переходит в знак в этом месяце. Это другие планеты ингрессии тут, я вижу, не делали сейчас в этом месяце. И Юпитер, он считается планетой великой, ну, по старинным текстам, планетой большого счастья, удачи, успеха. Но это при, если Юпитер делает, формирует, точнее, хорошие аспекты к натальной карте, ну, кого-либо, либо чего-либо. Вот, в частности, к Юпитеру этого, вот, например, у господина Дональда Трампа Юпитер тоже в весах. Вот. Поэтому, исходя из этого, и строится... Его, да, его время настало, да? Да, его время настало. У него сейчас начнется рост популярности, известности, и на момент инаугурации он как раз Юпитер, у него пройдет по Юпитеру, будет Юпитериар, и сформирует трин к его солнцу в близнецах. То есть не только весы выделены, я хочу сказать, по дате рождения, но и люди, у которых в воздушном тригоне, в близнецах, весах и водолеях присутствуют, ну, какие-то важные планеты, в частности, для политиков, которые идут на выборы. Вот сейчас, кстати, обратите внимание, сколько сейчас выборов, вот, в сентябре. Оказывается, помимо Госдумы в России, в Белоруссии выборы идут. Неожиданно ушел из жизни президент одной из этих стран, ну, бывшего Советского Союза забыл, в Узбекистане или где-то. Вот, то есть это как раз вот по той теме, что его зама на эту дату, значит, сформировался время, что он там входит на трон. Относительно молодой человек был, да? И Каримов, да, кажется, там. И, кстати, выборы перенесли не на какую другую дату, а на дату, которая произойдет в конце этого года, а инаугурация будет происходить как раз когда в Соединенных Штатах Америки инаугурация, то есть когда Солнце соединится опять же с Юпитером. То есть как отнюдь несовпадение. То есть, видите, Юпитер – это планета власти, планета крупных проектов, успешных, удачных, публичных выступлений. Но вот у кого, если Юпитер, вот скажем, в воздушной стихии, он формирует такую благоприятную атмосферу на год, кстати, на сколько спрашивают? Год, он один год в знаке. И также довольно благоприятное будет для стрельцов, ну, выраженных, я имею в виду не только люди, кто рождены, то есть там либо планетные скопления, там Асцендент находится, Луна может находиться, вот, или еще Льва. То есть в это время благоприятные для них идут. Но также, скажем, из прошлого неплохие события будут у выраженных скорпионов, рыб, тельцов и дев. А вот тем, кому Юпитер будет формировать сейчас Большой Крест, то есть это выраженным Козерогом, Овном и Раком, надо избегать публичных скандалов. Потому что в это время, когда Юпитер формирует такие напряженные аспекты, человеку свойственно брать на себя такие обязательства, которые он не может выполнить, исполнить. При этом, почему он берет? Потому что он неадекватно оценивает свои возможности, ну, или она. То есть здесь надо очень аккуратно быть, когда особенно предлагают, я, кстати, когда консультирую бизнес, там как раз видно, успешный проект или неуспешный, скажем, открою такой. То есть транзит Юпитера показывает предложение, стоит в него ввязываться, либо не стоит ввязываться. Простите, положение Юпитера... Транзит. Я понимаю, но это когда вы анализируете бизнес, или тех людей, которые... Людей. Ну, как бы потому, что у каждого бизнеса есть системообразующий, скажем, такой натив. И, кстати, очень часто асцендент фирмы находится в знаке, в солнечном знаке вот этой ключевой фигуры. Да, но если один человек владелец, а если их несколько? А вот все равно ключевая фигура какая-то будет тот, кто, скажем, как-то доминирует, тот, кто системообразующий звено. То есть если он выбывает из этой команды, даже там все равные, то бизнес потом начинает этот, ну, скажем, странным образом там сдуваться как-то, какие проблемы. То есть, знаете, такой как бы, у которого судьба резонирует очень сильно с судьбой. Это как, знаете, как есть правители, которые... Вот помните, мы рассматривали три периода жизни Советского Союза. Вот первый период, период 36-летний. Вот резонировал Иосиф Иосиф Иоаннович Сталин. Вот обратите внимание, он 36 лет, вот 17-й год, прибавьте 36 лет, 1953-й, вот точно, вот прямо в день он там уходит из жизни, ну, вот в тот год, все, заканчивается вот эта эпоха, ну, скажем так, кардинальной части развития. А вот, ну, кто там был следующий, там, в 89-м году, ну, не ушел, слава богу, из жизни, там, Михаил Сергеевич Горбачев, ну, как бы, где он сейчас, ну, где-то ходит, там, выступает, я знаю. Но, тем не менее, то есть есть люди, которые резонируют... А, кстати, еще знаете, какая еще фигура была такая, очень значимая в России? Это царь Александр II, которого убили в 1881 году, кстати, ровно, опять же, за 36 лет до смерти Иосифа Иоанновича Сталина. И тоже 30, точнее, не 36 лет, за 36 лет до революции. И от революции 36 лет до смерти Иосифа Иоанновича Сталина. То есть, опять же, это, кстати, цикл Юпитера. Вот если мы сейчас говорим об этом, то есть это 36-летний цикл, он состоит из 3-х 12-летних. То есть, 3-12-летний цикл, это цикл, кстати, Юпитер, вот они, 12 зверей этих, потому что по каждому знаку Юпитер проходит один год, и мы говорим, вот сегодня, ну не мы, там как-то восточная традиция. Но она для, понимаете, я считаю, что, вот лично мое мнение, что назвать вот астрологию астрологии, это сейчас как-то уже не современно. Это архаичное название, так же, как вот, чтобы людям древности, когда им объясняли вот эти, ну, те энергии, которые сейчас идут планетные, надо обязательно каким-то символом зверя какого-то, там, какое-то вот, чтобы они понимали, а, как обезьяна себя ведет, а вот так она себя ведет, как змея ведет, вот так себя ведет себя. Значит, это как бы, вот чтобы образ этот помогал понять, ну, что это за период идет какой-то. То есть, что-то в этом есть, правильно? Вот эти вот звери, которые так они себя ведут. Ну, они резонируют, значит, с этим, они резонируют с этим периодом. Не так, я не отрицаю, что не так. Конечно, они тоже, все же пронизаны космосом. Эти звери, может, они тотемы именно этого, этого как бы знака зодиака, в том числе, потому что есть же тотемы у каждого дня солнечного, то есть, либо лунного, каждого часа, даже минуты, все мы о времени говорим. Да, ну, если мы говорим о Соединенных Штатах, то Native Americans, индейцев так называют, у них тоже были тотемы, они ведь тоже это использовали постоянно, они поклонялись этим. Но это больше уже как такая тема в хорошем понимании магии такой вот, потому что слово магия, оно, кстати, искажено сейчас, больше там как колдовство воспринимается, ну, как бы синоним. А магия, вот, например, на этом персидском, ну, до фарси, который язык магик, например, называется знак рыбы. А магик – это как очищение. Когда говорят, там, белое очищение или чёрное очищение, абсурдно звучит, ну, чёрная магия, белая магия. То есть, если ты очищаешься, то есть, ну, понятно, что символы слов в настоящее время очень сильно искажены. Я очень часто привожу пример, когда человечество, если хотите, ну, говорят что-то плохое сказать, ой, у него там убогое что-то там такое. А что в этом плохо убогое? То есть, это же, ну, да. Убого, да. Убого, разделить надо. Конечно. Это же, наоборот, изобилие. Или, допустим, да, ведьма, ведьмарка. Ведь ведьма, оно произошло от слова «ведать». «Ведать» — это «знать». То есть, это та женщина, которая, она же в сказках изображается, там, беззубая, там, с медлой. И та, которая делает какие-то гадости постоянные. Гингема Бастинда. Знаете, помните? Ну, искажение. Да, волшебник из «Убродного города». Согласен. А на самом деле, это ведьма, это женщина, которая знает. Это мудрая женщина. Поэтому... Это еще мать. В общем, как это «ведма», да, это же сокращенные. Кстати, если мы... Вот уже я тут вспомнил про «веды», то там есть такая ведическая, ну, скажем так, притча. Ну, не притча, история там была, действительно. Ну, в общем, считалось и считается в ведической астрологии о том, что все планеты, они играют, естественно, какую-то роль. И это не просто какая-то там планета, вот как мы там видим и смотрим на картинке. Вот планета, она имеет какой-то вот такой шар, там, Сатурн, там, вокруг него кольца. Все это, да. Но это образ, это живое существо. И оно имеет облик свой. И, скажем, если говорить о том функции планеты Юпитера, то Юпитер – это гуру. Гуру, во-первых, Юпитер так и переводится. И это был советник богов. А вот Венера был, все мужского рода, планеты в ведах, а не женского рода Венера, это гуру был для демонов, что самое интересное. Ну, сейчас не будем вдаваться в детали, как, что и почему. Есть версия, что вот разрушение лун вокруг Земли, что было четыре луны, такие мифы есть, и разрушение, как вошло с атаки, атака была с Венеры на Землю. Поэтому это как бы мифология осталась, что Венера, оттуда была интервьюенция сюда, и поэтому, ну, скажем так, что-то там гуру для этих вот очень может быть. Ну, то есть, сначала Венера была захвачена, скажем, в космической войне. То есть, для нас это сейчас может фантастика звучит, что там какие-то оранжевые сказки почитать. Вот, например, Фенист Ясный Сокол, там как путешествовала эта девушка, девушка искала своего жениха по планетам на Вайтмарах, то есть, на этих налетающих кораблях. Виманах. Да, там специальные какие-то антигравитационные сапоги металлические. Там много было. А то есть чертежи, кстати. Хранятся чертежи настоящие. По ним, по этим чертежам можно создать, на самом деле, тот самый летательный аппарат, вот как мы сегодня называем НЛО, вот это все, так сказать, остатки, это все игрушки по сравнению с всеми виманами, летательными аппаратами, которые когда-то были у наших древних предков. Там были и мысли леты, там были цветочные корабли. В общем, там очень много чего описано. Кому это интересно, я могу направить, где это все можно почитать. Причем это описывается в Махабхарате, на самом деле. Это не просто там где-то. А Махабхар – это не книга, которая придумана. Это не эпос. Мы его называем сейчас эпосом. Но это настоящая, это, так сказать, всеохватывающая сага о создании Вселенной, создании Земли. Ну, конечно, кому это интересно, да, они могут почитать. Андрей, давайте вернемся тогда. Мы сейчас говорим о прошлом, так? Ну, у нас, наверное, скоро наступит время, когда мы должны перейти к настоящему. Да, у нас, так сказать, на три части мы условно делим нашу программу. Ну, хотелось бы, посмотрим. Ну, условно, условно, да. Ну, вот это было, допустим, в прошлом. А что сегодня, что сейчас происходит у нас? Ну, кроме того, что вы уже сказали, Юпитер перешел в весы, и, наконец-то, те люди, которые ждали его очень долго, дождались. 12 лет прошло, и они дождались. Я когда-то ждал, знаете, я ждал 18 лет, когда я выйду из-под влияния такой планеты, которая называется Раху. Ну, то есть, это затмение 18 лет до... Ну, вот, да, в 2014 году я, так сказать, вышел и перешел под влияние Юпитера, чему я, на самом деле, очень рад. И это будет продолжаться еще, там, ну, 17 лет. Да, это еще 18-19 лет. Да, это еще 18-летний цикл. Да, так что вот. Так хорошо, так что у нас, кроме этого события? Во-первых, у нас намечается лунное затмение, правильно? Совсем скоро, через 4 дня. Да, да. И, как правило, рынки и прочие должны на это отреагировать. То есть, обычно реагируют на периоды затмений, именно вот падением рынков и какие-то... Потому что трейдеры, кстати, в это время, в массе своей, вы знаете, что трейдеров их две таких категории. Большинство это такие паникеры, как я их называю, там, лунарии, такие лунарные типы. Они, как правило, сидят на маленьких депозитах, но их много. И они в массе своей довольно большие деньги там аккумулируют. Есть такие сатурнианские типажи, их мало, процента 3, где-то вот по моим так расчетам, которые такие вот выдержанные, не поддаются панике, но их меньше, но при этом у них и депозиты, как правило, больше. Ну, как бы они такая вот... Те, которые, в общем-то, и зарабатывают, по большому счету. Если так смотреть, то 97% где-то, как с моей точки зрения, кто на бирже торгует, те пролетают. А вот 3% зарабатывают, то есть довольно маленький очень процент. Ну, я имею в виду постабильный и постоянный. И... Сейчас я тут выключу. Вот. Вот. И поэтому... Сейчас, секундочку, прошу прощения. Сейчас я выключу. Вот. И... Хотел еще сказать... Ладно, сбил меня этот звонок. Вдобавок к первой части. Виманика Шастра называется наука, где схемы этих кораблей древности. Виманика Шастра, совершенно верно, да. И все описания это, да. Да, кто интересуется в интернете, пусть наберут и посмотрят, увидят, ну, о чем это речь идет. Ага. Вот. А там, значит, если вернуться сейчас вот к этим всем... Ну, вот их, собственно, и Долджонс отреагировал, да? Сейчас у него пошло... Да, индексы, они решили не дожидаться лунного затмения, и в пятницу полетело все со страшной силой где-то под 2,5%. Ну, и точку, кстати, между затмениями. То есть, эти вот точки, именно затмения, середины точки, они всегда вот такие, когда рынки реагируют на них. Ага. Ну, на самом деле, те, кого это интересует, сегодня еще, может быть, будут держаться внизу, а вот завтра начнется подъем. И, в общем-то, по некоторым прогнозам, это падение, это временное падение, ничего такого драматического не произошло. Оно должно как бы вернуться, а вот когда уже начнется вот все вот это вот выборы, когда начнется вся вот эта эпопея, потому что, как мы говорили в прошлый раз, между, скажем, конкретной датой выборов, когда станет уже известен новый президент, и инаугурацией, возможно, будет что-то, может, произойти. И вот как раз, если мы уже говорим о теме выборов, но тут какие-то происходят вот такие. Во-первых, наступило время до Трампа. Это означает, что, скажем, рейтинги второго претендента и второй претендентки, они должны идти, по идее, вниз. Они не могут держаться все одинаково. Где-то вот как-то вот так. Весы, да, перепады будут. Конечно, он набирает весы, нисколько даже он набирает... Во-первых, Юпитер вошел в его стихии, он очень выраженная воздушная стихия Трамп. У него много планет, солнце, во-первых, в близнецах, то есть это вот светило. Юпитер в весах, между ними Трин. И они... То есть это его время. То есть о чем речь, что вот сейчас он на коне... И на самом деле обратить внимание, как главный его соперница, Хилари Клинтон, что насколько она сдает позиции, что уже поднимается вопрос в ее штабе о замене ее партии, потому что она болеет, у нее там вроде пневмония или что-то у нее нашли. То есть она уже... Как она будет управлять страной, если человек такой, ну скажем, физического здоровья не хватает? Вы знаете, какие-то предпосылки сейчас начинаются, потому что мы обсуждали вопрос и с вами в том числе, и с другими там людьми, и мы обсуждали вопрос о том, что совершенно как бы не время, потому что уже совсем мало времени осталось, но возможность того, что выскочит кто-то третий. неизвестный человек, и сейчас, может быть, идет, так сказать, подготовка к этому, вот как-то выскакивает. Вы просто тянуйте, знаете, как это... Типа вот такие как бы... Ну, в таком положении находиться преддефолтном до самых выборов. Ну, если это произойдет, то чисто, так сказать, по ассоциациям, чисто логически время на раскрутку вот этого нового третьего остается совсем нет... Совсем не время. То есть, те люди, которые, да, которые голосовали бы или будут голосовать за Хиллари Клинтон, они тогда, так сказать, то есть, будет большой перевес у Трампа, получается. То есть, это нелогично менять тогда претендента. Но все возможно в это время, да. Все возможно. Посмотрим, посмотрим, как это будет, да. Хорошо, что у нас еще тогда? Вот. Ну, это вот, если мы по этим старым прогнозам по этой схеме еще... Еще... Ну... Что еще? По времени. Просто хорошую тему затронули по времени. Немножко вот перекинулись по этим вот валютам. Я думал, про валюты в конце поговорить. А давайте мы оставим его в покое, эту валюту. Кого там она интересует? Нет, ну, если в прошлое посмотреть, был прогноз, что евро будет относительно доллара расти. Она, в общем-то, и росла всю неделю до 9-го числа, да, пока коррекция там началась где-то вечером 8-го, 9-го. Ну, в целом, то есть, отработало. А мы смотрели, вот мы смотрели же показатели по американскому рынку и по всему, что в середине... Мы же смотрели, что в Америке в середине сентября какая-то нестабильность, помните? Мы же, когда вот это в передаче в какой-то мы озвучивали, когда что-то именно нестабильность, почему разговорами нашел, что доллар в это время будет ослабляться, и там еще показатели были... У Джо Байдена, кстати, я хочу сказать. У него хорошие показатели на то, что он входит, ну, скажем, очень высоты набирая. У него сейчас повышение очень сильно, как бы, пока... Посмотрим. Это не новичок. Он уже входил, так сказать, в главные силы, которые могут повлиять на президента и быть даже президентом. Так что, да, он... Да, он может быть. Это личность. Это действительно личность. Ну, если мы говорим о финансах, то я как раз-таки это очень хорошо знаю, поскольку я этим занимаюсь. Но интересно ли это будет нашим радиослушателям? Я думаю, что нет. Поэтому мы можем эту тему оставить на сегодня. Евро действительно росло по сравнению с долларом. Я подтверждаю это. То, что абсолютно вы и предсказывали, абсолютно точно. Прогнозировали. Прогнозировали, да. Правильное слово. Прогнозировали, да. Хорошо. Но, тем не менее, что кроме вот этих вот финансов по времени, да? Просто настоящее будущее. Вот мы сейчас находимся с вами в настоящем. Ну, мы одновременно везде находимся, потому что есть исследование, сейчас навскидку не помню, какой у нас астроном был, какая излишняя фамилия. Ну, вспомни, может, к концу передачи скажу. А он исследовал свет звезд через нейтронный, вроде бы, этот телескоп. И удивительно, что... Не Кеплер, нет? Не-не-не. Нет, ну, советский ученый. На букву Каева фамилия, насколько я помню. И он исследовал и находил закономерности, что он смотрел, ну, если известно, что там миллиарды лет свет идет от звезды, и сейчас она светит оттуда, где она сейчас не находится. Вот. И он смотрел, опять же, в три таких... Ну, телескоп наставлял в то место, где она была раньше, где сейчас, и где будет там, условно говоря, там через сто лет. И везде из всех мест шло излучение этой звезды. То есть, она как бы находится одновременно во всем. То есть, мы, смотрите, вот мы живем, то есть, вот почему говорится, то есть, мы живем как бы трехмерное пространство, это мы OX, OY, OZ координаты и растянуты во времени. Вот от младенца через зрелость до старости. А как мы себя отождествляем там, где наше сознание находится, сознание все время находится, ну, в каком-то, вот оно идет по заданной программе. То есть, вот почему жизнь нас как проводит, и мы переживаем. Вот есть же технологии, техники есть, путешествия в прошлое и в будущее. Почему же тело физическое состоит, вот русская матрешка, это же наглядное пособие, скажем, такое анатомическое, эзотерическое пособие по телам. Вот эти все тела, то есть, как бы физическое тело, вокруг него эфирное, потом астральное, ментальное, там ложное эго, истинное я, атома. И вот так вот, если, эти, не касаться там этих духовных, высоких, тонких тел, а касаться тех, вот, ментальное тело, то ведь много свидетельств есть, что люди побывали в клинической смерти, и потом, ну, опять входили в тело свое, оживали, и рассказывали, что они не теряли ощущений, то есть, когда выходили из тела, физического, они все видели, они думали, они чувствовали, там даже вплоть до того, что человек слепой был в этом физическом теле, а когда он умер на операционном столе временно, он вышел из тела, увидел, какой цвет галстука у его хирурга, там такие вещи, там смешные вещи были, что одна женщина улетела в коридор и подслушала разговор, там уже оповестили родственникам, что она ушла из жизни, и они там радовались, как они будут делить ее, ну там, баснословное наследство, и она опять ожила, и когда они опять пришли с такими грустными лицами, да, как это, и она им всем стала говорить, что, ага, вы этот, ну, короче, что каждый из них говорил, и они в страхе, в недоумении переглядывались, кто же не успел слить информацию в их разговоре, там, конфиденциальном в коридоре, то есть, вот, но это, кстати, в книгах есть полно, книг о клинической смерти, ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы не есть это тело, это говорит о том, что жизнь после смерти продолжается, и до рождения, и это говорит о том, что мы можем как раз вот по этой плос, по этой, скажем, четвертому измерению путешествовать, даже находясь здесь, в своем физическом теле, вот, в виде, например, мысли, вот, многие люди не понимают силу мысли, понимаете, вот, когда мы в прошлое оглядываемся, часто люди думают, это я воспоминание вспоминаю, а в будущее, ну, это я мечтаю, а фактически мы путешествуем в ментальном теле по своему, по коридору своей программы. Знаете, как это можно хорошо сравнить? Вот у меня есть такой антиквариат, если кто помнит, кассета, аудиокассета, в 80-х годах, молодость моя, вот, так, наша жизнь, она, по сути, как записана на этой кассете, магнитной ленте, и вот головка магнитная, это и есть наше ментальное тело, но многие из нас его используют только, скажем, как воспроизводить музыку, то есть воспроизводят звук, ну, в прошлое промотали, в будущее и все, а она может, кроме этого, стирать информацию и записывать новую, то есть мы можем в прошлое вернуться, записать, то есть стереть, ну, допустим, какая-то ситуация была негативная, ее можно просто перезаписать в нашем прошлом и записать, что ее не было, была радостная ситуация, тогда в будущем не будет тех болезней, каких-то фобий, каких-то негативных кармических воздаяний, которые идут за это. Это, кстати, вот в период затмений путешествовать в прошлое надо, то есть именно как раз вот сейчас лунное затмение будет 16-го числа до 22, 16-го сентября 2016-го года по Гринвичу это 19 часов 5 минут, по-московски в 22 часа 5 минут, и оно как раз вот хорошо для избавления от психологических фобий, то есть это буквально на этой неделе будет, то есть хорошо от именно фобий, которые вот этих психологических комплексов неполноценностей, которые, кстати, у каждого из нас по своей программе есть, помните, когда мы рассматривали гороскоп Пушкина и так далее, это не значит, что это фатально все, что это нельзя избавиться, это можно и нужно их прорабатывать, но они даны, чтобы, когда человек его прорабатывает, он развивается и становится, ну, как Александр Сергеевич Пушкин, вот, кстати, у него Юпитер-то у него был, в слабом положении изначально, ну, как бы астрологическом, а вот посмотрите, как он его проработал насколько и стал известный, популярный, до сих пор говорим о нем, кто о нас будет лет через 200, вспомнит ли кто нашу радиопередачу? конечно вспомнит, потому что, дорогие наши радиослушатели, все передачи, они записываются в Ютубе, Ютуб, самый большой нетворк в мире, поэтому кто-то через сколько там лет зайдет в Ютуб и увидит нашу беседу с профессиональным астрологом Андреем Бухариным, руководителем астрологической школы, и мы сегодня говорим, это я обращаюсь и напоминаю нашим радиослушателям, чтобы они не забыли о чем идет речь, и мы говорим о том самом времени, которое будет в будущем, но оно уже было, поэтому, кстати, еще раз возвращаясь, мы об этом уже говорили, есть такой слой, информационный слой, который на санскрите называется Акаши, это эфир означает, и вот в этом слое сегодня это называют какие-то торсионные поля, там допу физики называют, где скорость информации в 800 тысяч раз больше, чем скорость света, кстати, вот эти самые виманы, виманики шастры, вы совершенно верно отметили, описывается, с какой скоростью они летали, и вот в этом слое Акаши существует действительно информация о наших жизнях, прошлых, о нашем будущем, и я лично проезжая в Индию, есть такая там специальная система, я рассказывал о том, что в ведические астрологи есть люди, которые читают вот эти вот записанные на специальных там каких-то листах и читают вот эти вот, скажем, рекорды, оттуда они сверху берут эти рекорды и читают, поэтому я когда был, мне прочитали мою, скажем, жизнь, ну, вот в этом теле, будем говорить, это интересно, я в принципе как бы и так знаю, ну, знаю, соответствует, соответствует, могу сказать, кто хочет, может проверить, кстати, на всякий случай, там такие люди есть, могу даже направить к этим людям, я их знаю, я там был не один раз, давайте продолжим, Андрей, да, мы переходим тогда к будущему, или как, или мы еще в настоящем? Мы уже про будущее, про затмение как раз поговорили, которое будет на этой неделе, потому что у нас формат радиопередачи, мы как бы вот такой мини-обзор будущей недели смотрим, я вот хотел бы отметить, что на этой неделе есть очень негативный день, это вот перед затмениями, 15-го числа, вот я его рассматривал, так, он мне очень, честно говоря, не нравится, вообще и 16-е число, конфликтный день, то есть вот 15-16-го, под затмение, опасность от воды сильная, опасность для, ну, от жидкости, ядов, каких-то там отравлений, то есть надо избегать, ни в коем случае не рекомендуем мясо есть, алкоголь употреблять в эти дни, это не значит, что... Вы имеете в виду затмение? Около затмения, да, это, ну, в этот период просто какие-то происходят фатальные ошибки всех подряд, вот цепочка, грубо говоря, там, начиная от фермера, заканчиваем всеми органами и продавцом, и покупателем, то есть, поэтому лучше, здесь, ну, правило такое, от обороны жизни, то есть, сидим, ждем, скажем так, не форсируем события, потому что 15-го числа и 16-го, они такие вот периоды, а потом уже время начнется уже получше, уже, та неделя с 19-го числа, там уже показатели очень такие, ну, и на той неделе и Меркурий наконец-то разворачивается, то есть, там уже заканчивается, да, 22-го, в Америке может быть на западном побережье это будет 21-го, наверное, наступит, вполне, да, потому что это в 8 утра он разворачивается в 8.31 по-московски, по Гринвичу это в 5.31, ну да, в Соединенных Штатах это будет еще, это уже в прошлом, как бы мы в разные дни пройдут, ну, хочу сказать, что эта неделя она еще кризисная, она вот такая сложная, хотя завтрашний, давайте так можно по дням пройтись, если вторник день, в общем-то, 13-е число хороший день, то есть, хорошо, кстати, пойти к стоматологу, между прочим, хороший день для общения с чиновниками, для с людьми старшего возраста, и вечером ну, я уже говорю больше про Европу, хотя про Америку, если смотреть, это где-то вторая половина дня, хорошее время для похода к косметологу, дорогие женщины, именно так, как Луна будет находиться в Водолее, то это время нестандартных, то есть, удачных, таких, неожиданных перемен в жизни, с 14-е число хороший день для занятий спортом, для активных действий до обеда, ну, первой половине дня, и неожиданных каких-то перемен, а также, кстати, покупок бытовой техники, если надо, то есть, потому что и Луна Водолея, там, она хороший аспект делает, а вот 15, а уже вторая половина, вечер 14-го, 15-го и 16-е числа, вот эти дни очень нестабильные. Выходные дни, они отмечены тем, что в целом суббота неплохой день, большую часть, опять же, тоже такие же чем-то показатели родственные, чем с понедельником сегодняшним, точнее, с завтрашним вторником, в воскресенье больше много неожиданных изменений, переворотов, ну, и вечером, хорошо даже сходить в баню, там, луна в огне, в трене к Марсу, то есть, чем-то хорошо, горячим, таким вот, с металлом что-то связи, но берегите голову, да, вот именно, потому что слабое как раз звено. То есть, если эту неделю рассматривать, то она выглядит следующим образом, первая половина, довольно благоприятная, хорошее время, кстати, так как Солнце соединяется с Меркурием, прекрасное время для умственного труда, для творческих, каких-то именно умственных, то есть, мега-ментальной деятельности, для разговоров, для общения, для писателей, кто пишет очень, вот у меня сейчас поперло опять информацию, писать стал, до этого как бы, то есть, как музу ловишь там, а сейчас вот, когда Солнце соединяется с Меркурием, начинается идти, поток идет, вот, а вот, четверг и пятница, кризисные дни, то есть, планируйте свою жизнь так, что если хотите важные дела, которые, ну, никак отложить нельзя, там, после затмений и окончания ретро-Меркурием, то постарайтесь их провести во вторник и среду, и избегать важных дел, пятницу, четверг и пятницу, ну, если вот так кратко от Андрея Бухарина такой вот прогноз на текущую неделю. Спасибо, очень интересно, очень интересно, я думаю, что наши радиослушатели воспользуются рекомендациями Андрея Бухарина, ну, и что нам тогда ждать, скажем так, по поводу, кстати, трейдерам хочу поделиться, что вот именно на затмении вот эти паникеры, которые вот это, 97 процентов, они начинают себя вести неадекватно, они начинают в нарушении всех, скажем, логики, всякой логики технического прогноза этого анализа действовать, поэтому рекомендую лучше в день затмения вообще не торговать, потому что рынок будет вести себя, ну, непредсказуемо, да не просто непредсказуемо, а логично, то есть, то можно какую-то логику там по прогнозам посмотрите. вы знаете, если говорить о моменте затмения, то оно наступает достаточно поздно, 16 числа по времени, скажем, в Соединенных Штатах, ну, очень поздно, у нас оно будет вечером 22, у вас 12, если, допустим, смотреть там, где вот... Мы говорим про какое число? 16 числа в 22.05 оно происходит по-московски, если 22... Правильно, 22 минус 8, это 14, правильно? 14, два часа дня, да, это в Чикаго два часа дня. Тем более, это пятница, но перед этим будет неадекватно, это уже за сутки уже народ уже... Ну, в четвертах, да, да, а пятница, это уже, скажем, в два часа дня, это уже практически маркет закрывается, сейчас остается всего. Майкл, еще хочу добавить, почему еще вот на затмение, причем я общался вот с людьми, которые торгуют на очень-очень приличных депозитах, и они несли убытки, и как мне такой один трейдер говорил, да вот что-то захотелось мне, что-то все время там, как бы терплю, там, все строго, там, а ну-ка, рискнуть там, ну вот, и там, минус там, в приличную сумму вылетел, вот, а почему? Потому что как раз в это время, как бы, человек начинает действовать в несвойственной ему манере, то есть он вот какие-то шаги делает, что потом, когда затмение проходит, думает, вот помутнение разума было. В буквальном смысле. То есть именно, а если он еще, человек выпивший, там, или что-то в этом будет, то человек может вообще совершить какие-то преступления, которые он никогда бы не совершил, даже будучи выпившим, но не в затмении. То есть просто вот человеком в мозге, как бы, вместо него кто-то другой этим управляет. Вот почему я говорю, ни в коем случае не пить в это время, не рисковать, ни какие-то важные дела не проводить. Кстати, по ведическим нормам, там даже из дома выходить нельзя. Там затмение надо, как бы, это... Ну да, надо проводить этот день, рекомендуется проводить этот день в молитрах, в мантрах, кто читает мантры, находиться там поблизости каких-то водоемов, это позитивно, все-таки это луна. Ну, человек, который занимается интоксикациями, то есть употреблением наркотиков и алкоголя, он делает дырки в своих тонких телах и туда проникают сущности. Да, об этом время они как раз очень сильны. Это их время. Они активируются, это их время. Мы, естественно, это никто не видит и не знает, но есть люди, которые могут это видеть и они об этом знают. И вот в этом, в это время наступают такие вот очень серьезные вещи, происходят. Собственно говоря, я в курсе дела, я сам в свое время ездил в Индию на очищение, потому что происходят совершенно невероятные вещи. Вот, к примеру, что происходит? Вот мы сейчас беседуем, и эфир, это ведь очень тонкие субстанции, и в это время мы открыты как бы для чего-то там, для внедрения, то есть вот такие, в такие моменты мы, скажем, там очень серьезно открыты, и если мы не имеем ставить преграды или как-то вот, скажем, там забываем об этом, то могут наступить момент, когда вот такое внедрение, хотя это совершенно, очень мало людей, кто это понимает или верит, допустим, но я сам был свидетелем на себе, на своей шкуре, как говорится, все это испытывал, пришлось ехать в Индию для того, чтобы там есть люди, специальные, ну вот была такая ведическая церемония, это был 2013 год, где мне тот человек, пандит, это такая должность, можно сказать, у брамана, который общается с высшими силами, с богами, и устраняет вот эти неполадки, то есть он мне сказал, я убил двух демонов, двух демонов были убили. Экзорцизм был, да? Своего рода, да, своего рода, да, потому что там такие вещи, ну это описывается, просто не очень популярно, мы это не читаем, но я знаю фактически очень много случаев таких, причем чем дальше, тем больше, потому что существуют люди, которые этим занимаются, то есть мы это обсуждали буквально в пятницу эту тему, мы обсуждали, причем было очень удивительно интересная вещь, я общался с экстрасенсом ясновидящим и мы говорили из России, и мы говорили с ней о том мире, потустороннем, скажем так, о мире мертвых людей, и мы затронули эту тему и тех людей, которые, к сожалению, нету, актеры, которые играли людей, которые, ну, погибали там, допустим, или смертельно больных людей, вы знаете, это была передача, перерывалась раза четыре, наверное, то есть мы никак не могли, я, конечно, говорил, что это все Меркурий, скидываю все на ретроградный Меркурий, коммуникации, ну, как только мы начали говорить о каких-то нейтральных вещах, все успокаивалось, то есть мы каким-то образом довели эту программу до конца, но что было интересно, после эфира, мы с ней общались уже не в формальной обстановке, на совсем на другом компьютере, там у меня очень серьезный компьютер, и мы начали говорить об этом, а потом началось такое, я вообще первый раз такое видел и слышал, какой-то дикий звук, как сирена, начал исходить из компьютера, то есть я просто испугался, просто какой-то действительно дикая сирена пошла, я не мог выключить компьютер, то есть Ctrl, Alt, Delete, когда мы выключаем какую-то программу, я не мог выключить Skype, я нажимаю кнопку выключить компьютер уже, так скажем, мэниуэл, ну, физически, не выключается, мне пришлось его обесточить, только в этом варианте. Я рассказывал, когда я, помните, это было, вот у меня же был случай, когда я торговал на бирже, кстати, в Чикаго, на американской бирже, и у меня, как бы, ну, помните, вот разговор о том, что не своим делом занимался, и я уже там астрологически выбрал и все, и все, и новый компьютер, инвестор появился, и все, я там всех на улицу своих родных выгнал, чтобы не мешали мне здесь сосредотачиваться, нашел там по всем фэн-шуям место, там, отслеживал эту цену на золото, и вот, когда она уже начинала, там, я ордер объявился, открылся, и вот в тот миллисекунду, когда нажал окей, новый компьютер с лицензионным программным обеспечением, там, супер благоприятный день, там, завес, перезагружался, полтора часа, то есть, это нереально, золото перезагружается опять, только до Windows доходит, автоматически сбрасывается синий экран, опять перезагрузка, это, то есть, есть, это к чему говорим, что астрология, это не панацея, есть сверхсущества, там, духовного, либо антидуховного мира, но в тонком плане, у которых есть полномочия как-то влиять, или там, помогать, либо вредить в этом, но астрология объясняет, в какие дни, по крайней мере, чья сила есть, да, там, ну, ну, вы это не смогли объяснить? Ну, так опыт нарабатывается, я же не родился, я же сразу там, я и сейчас все не знаю, я просто, это мой путь был такой, по крайней мере, благодаря этому у меня, сейчас прогнозы идут по евро-доллару этой паре, потому что какой-то опыт наработан же был тогда, и тогда просто это нельзя мне этим заниматься, потому что я вот, когда закончился эти полтора часа перезагрузки, и когда я уже успокоился эмоционально, уже все, я запустил программу, торговал, кстати, на ниндзи-трейдере, и у меня, я бы заработал, там, 3000 долларов, допустим, за это время, так зачем бы я тогда консультировал бы, мне тогда астрология не нужна была, если бы я за час 3000 долларов, там, за полтора зарабатывал, логично, поэтому меня преграду сделали, что нельзя, а то ты захотел легкой жизни, вот, пошли, консультируй, обучайся. Лишний раз доказательства, как говорится, кесарю-кесарево, слесарю-слесарево, да? То есть я это могу, но не дают, понимаете, вот в чем это еще есть такая, потому что я тогда не буду выполнять свою миссию на земле. Вы знаете, да, это все верно, но это еще хорошо, ладно, там, заработал, не заработал, проиграл, не проиграл, деньги, но ведь от этого зависит судьба людей. У нас вчера было очень серьезное мероприятие в нашем центре, у нас была, так сказать, эзотерическая типа ярмарка, и люди физически приходили, было довольно много людей и давали консультации, и я тоже давал консультации нумерологические, и у меня было, ну, достаточно много людей, кстати. Я вам хочу сказать, что я вот смотрел и 9 из 10 людей, вот то, что я анализирую их, и то, что я даю консультации, я вижу, они занимаются не своим делом, 9 из 10. Большинство так живет, да? Я им говорю, вы знаете, что вы не тем занимаетесь? Значит, половина из них сказала, да, мы знаем, половина сказала, да, половина сказали, ну, мы не знаем, и вот пытаемся найти вариант, причем люди, которые практически все были англоговорящие, один человек был только русскоговорящий, женщина была, занимающая очень высокую позицию у нас в корпоративном мире, и муж ее занимает очень высокую позицию, прекрасная семья, все здорово, замечательно, но потом она мне сказала, она говорит, у меня такое ощущение, что я занимаюсь не своим делом, как бы это ни было, я спрашиваю, а зачем вы пришли ко мне, у вас как бы все вроде нормально, она говорит, именно по этому поводу и пришла, то есть, если бы вы меня направили, чем бы мне можно было или нужно было заниматься, ну, то же самое было в свое время, когда я стал посещать заморские страны, в Индии, мне сказали люди, разбирающиеся в этом, что это не мое предназначение, то, чем я занимался, ну, я все это изменил, я все это вот полностью, полностью все перечертнул, и побежал в обратном направлении с той же скоростью, но это сложно, это сложно, ну, я к чему это говорю, и мы с вами беседуем, для наших, естественно, радиослушателей, телезрителей, только лишь для того, что есть информация, которая может помочь вам, дорогие друзья, мы этой информацией делимся, в той форме, которую мы избрали, это наша, так сказать, беседа, и как вы поступите с этой информацией, это дело ваше, я должен надать должное, и достаточно удивлен, потому что первый раз я встречаю астролога, будем так говорить, западной принадлежности, о том, что он очень хорошо разбирается, так что, честь и хвала, в ведической системе, и терминологии этой, это здорово, поэтому нельзя отметать то, чего мы не знаем, когда я слышу, я в это не верю, как в том анекдоте с Вовочкой, который вот там на уроке атеизма, рассказывал, еще раз расскажу это быстро, когда практически урок, давайте мы будем делать фички, и тыкать туда в небо, и все прыгать и кричать, Бога нет, Бога нет, один Вовочка сидит, учитель спрашивает, Вовочка, а с чего ты сидишь, почему ты не делаешь, как все дети делают, он говорит, ну во-первых, никто не доказал, что Бога нет, во-вторых, если он ездит, зачем портить с ним отношения, то есть опасно сказать, я не верю, а вдруг правда, вот, поэтому, скажем так, лучше сказать, не знаю, нейтрально, может быть, ну хорошо, Андрей, у нас остается совсем немного времени, давайте мы тогда завершим вашими, там, какими-то напоследок прогнозами или пожеланиями, как, чего надо делать, вы и так уже, в общем, сказали, но тем не менее. Ну, благодарю, Майкл, ну что хочу сказать, живите по совести, да, вот это раз, во-вторых, когда человек изучает, хотя бы желает как-то узнать, а как надо жить, как вот, ну вот жить и пополнять свои миссии на земле, для чего он здесь живет и так далее, вам будут даваться и учителя ваши, то есть, и какие-то книги, и литературу, то есть, мы все, скажем так, мы здесь все находимся под контролем и каждого из нас ведут небесные силы для обретения вот этого незабываемого опыта. По поводу, кстати, вот что вот в эфире как раз, вот как же Майкл говорил о том, что, как бы там опасность включения каких-то, я, например, хочу сказать несколько другое, что наоборот, когда я вот раскрываю творчески, когда вот этот идет поток, то наоборот, вот даже аура, она расширяется и, наоборот, защиты больше становится, то есть, как бы такая вара, такая, как бы вот эта сфера возникает, защитная, вот и народных каких-то влияний, зловредных, для того, чтобы эта информация перейти, не обрыва интернета, никаких-то вот помех, ну, таких каких-то серьезных, вот, потому что у меня были такие случаи, когда я, вот, как вы говорите, я выступал на телевидении, три раза пытался выступить по теме с черной луны, так вот, на телевидении, с ихним, ну, телеканалом, какое оборудование, там, в Останкино, вы представляете, у них не записалась передача, второй раз, когда она записалась, я из таких полос, как будто я где-то, там, из 70-х годов, прошлого столетия, и, знаете, как тогда ловили, вот, антенну надо направить, там, полосы горизонтальные, вообще, такая вот, фантастика, то есть, три раза, то есть, я читал, то есть, я выступал в прямом эфире, и третий раз на диск не записалась, то есть, вроде передача записалась, а на диск ее не могут копию сделать, не получается, и все, то есть, это, есть и свидетели, мои ученики, кто-то меня все время просили, дайте запись, дайте, я говорю, нет записи, вот именно черная луна, то есть, потому что черная луна, она описывает как раз, ну, это астрологический такой, именно, показатель, описывает именно, ну, если так образно говорят, демоническую составляющую нашего мира, темную сторону природы, и, естественно, те фигуранты, которые резонируют с этим, они не хотят, чтобы о них узнали, они не хотят, чтобы их, как бы, делишки вскрыты были, и они через нашим грехам каким-то вредят, потому что я не святой человек, у меня тоже какие-то, и в прошлых жизнях хвосты тянутся, и в этом были ошибки, и естественно, что есть, но я стараюсь как-то, я же не говорю, что я там, дальше там, в грехе, борюсь с этим, какие-то, и вам желаю развиваться, то есть, развивается человек когда-то, так вот, затмения как раз хороши тем, чтобы избавиться от этих ошибок, потому что, знаете, как сказал классик, а кто без греха, тот первый бросит камень, пусть, понимаете, вот поэтому, здесь, классик эзотерики, скажем так, поэтому нет, здесь на земле нет ни одного, кто такой, белый пушистый, у каждого есть какие-то проблемы свои, но если мы пытаемся как-то от них избавляться, то мы уже на пути духовного роста, и затмения нам помогают избавляться, то есть, затмений не следует, что-то там, начинать проекты, а вот не нужно отсекать, милое дело, вот так вот, и хочу пожелать вам всем, уважаемые радиослушатели, здоровья, во-первых, во-вторых, счастья, гармонии, мирного неба над головой, духовного роста и материального достатка, чтобы, ну и дальше, рад вас всех слушать в эфире телекардио, перед станцией Сангейтс радио с интересным ведущим Майклом Мельхом. Андрей, спасибо, Алла Верды, да, это было. Дорогие друзья, мы очень рады тому, что, во-первых, вы нас слушаете, во-вторых, вы должны понимать и понимаете, мы работаем для вас, это информация, которая дается, она в свободном доступе лежит, кто желает получить консультацию, пожалуйста, но опять же, это информация, которая нужна большей части вам, мы с ней делимся, это информация, профессионалы, я так пытаюсь соответствовать, вот, могу добавить, что кроме черной луны есть еще и синяя, есть еще и красная, но они, белая, это понятно, вот я ношу камушек, понедельник сегодня, это специальный камень, который, значит, луну символизирует, и вообще-то надо сказать, если мы уже говорим о луне, сегодня понедельник, это мун-дэй, мандэй, в английском языке зашифровано астрологическое название, кстати, а вот если месяца, вот вы сравнивали, Майкл, вот эти названия, октябрь, октобер, новембер, а они же по латыни, новембер 9, октобер 8, значит, ну, давайте так, десембер 10, десятый месяц, если отнимать по одному месяцу, а какой месяц первый, так получается весенний месяц, как раз где Овен, то есть, где откуда знак Зодиака идут, то это все, еще остатки, их уже какие-то месяца там поменяли названиями всякими, архаичные какие-то названия там придумали, ну, какие-то вот, а фактически система четко работала, то есть, управляет какой, получается, в прошлом, даже до сих пор, если вот Манды, день Луны, Санды, день Солнца, Сатурды, да, там, день субботы, Фраги, это Фрида, это, кстати, Венера, богиня красоты, ну, и так далее, то есть, они все эти дни, они там немножко на немецкую, как бы, такую германскую, скажем, больше семантику они как бы идут, но, они описывают именно дни недели, и месяца также описывают. Некоторые действительно соответствуют, действительно, потому что, вот сейчас дека, это 10, да, декада, октобр, это октава, допустим, да, если возвращаться к нотному, секста септима, септима, это септембр, это действительно, это восьмерка, в общем, это, хотя, на самом деле, это месяц десятый, но это уже нумерация совсем, скажем, другая, но если говорить о ведической системе, ведической нумерологии, в частности, то вот могу сказать, что сегодня, во-первых, это понедельник, как мы сказали, это манды, мундай, то есть свет, это серебристый, белый, вот цвета, скажем так, луны, и, ну, благоприятно в этот день, кстати, понедельник, это на самом деле, для западной системы, первый рабочий день, а по восточной системе, это уже второе, потому что воскресенье вчера, по идее, с воскресенья начинать жизни, циклами с понедельника, да, я вам хочу сказать о том, что, еще раз повторюсь, мы рады встречаться с очень интересными людьми, у нас сегодня очень серьезная программа, буквально через 15 минут, те, кто нас слушает, может остаться, у нас будет гость в студии, не мой партнер, который у меня неизменный, мой партнер, которого зовут Сидхарта Гоутама, а будет живой человек, и будет рассказывать об ангельской медицине, это то, как раз то, что мы затронули, как высшие силы помогают нам, и общение с высшими силами, помогает нам лечиться, но на другом уровне, то есть лечение души, лечение тонких тел, это и есть первый этап для лечения тела, потому что все происходит у нас здесь, и вы правильно говорите, ложные, гаханкар, в общем, на санскрите это, и все эти вещи очень интересны, мы вас приглашаем к участию в наших программах, ну, как минимум, если не обсуждению, то сейчас прослушивание, обсудить, вы можете нас на ютюбе, и прокомментировать, и задать свои вопросы, ютюб, фейсбук, сангейтсрадио.com, ну, и скайп, сангейтс 1.08, прямой, пожалуйста, можно задать вопрос, мы его озвучим даже в эфире, Андрей, огромное вам спасибо, за ваше время, как всегда, было очень интересно, вы лидер по просмотрам всех наших гостей, которые участвуют, очень рад, всех интересует астрология, и всем нравится, как вы это все интерпретируете, и прогнозируете, так что, особенно мне, вы знаете, я вот сейчас вот участвую, тут непосредственно, там, скажем, в бирже, я знаю, что куда идет сейчас евро, доллар, по моим графикам, так что он идет вверх, дорогие друзья, покупайте, покупайте, в какое-то время, да, знает, какие дни у него благоприятные, и какие неблагоприятные, когда надо торговать, когда нет. Да, но это благодаря вам, я знаю эти дни, а благодаря самому себе, я знаю, на каких уровнях мы можем там, скажем, покупать и продавать. Андрей, еще раз большое спасибо, всего доброго, всего хорошего, до свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова